МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У каждого из нас бывает момент, когда хочется вырваться из шумного города и отправиться на природу. Два часа пути по заснеженным дорогам, и мы оказываемся на берегу Можайского водохранилища. Белый снег, чистый лед. Вот он, настоящий русский зимний пейзаж. А воздух здесь настолько хорошо, что даже пасмурная погода не портит радостного настроения нашим рыболовам. Игорю Гаврильевичу и Дмитрию Бомбину. Кто-то вон первую рыбу уже поймал. Щучка, сейчас посмотрим. Что тут за жарли? Сегодня уже? Утреннее, два метра глубины здесь. Совсем не глубоко. Сработало на карася. Уже хорошо. А вы на какую рыбу? Какую поймаем? Какую поймаем? Мы на все готовы. Ну, не хвостам. Ну что, попробуем. Сейчас где-нибудь вот здесь вот поотмели долбануть, полосочку тоже жирлиться. Ладно, сейчас начнем. Хмурое утро. Солнце только что поднялось над горизонтом. Десять часов утра. Вот и все. Дырочка готова. Ну а пока Игорь сверлит лунки, Дмитрий снаряжает жерлицы Новикова. Одну за одной. Посмотрим, как доехали наши живчики. Сегодня рыболова использует один из ящиков спутник в качестве кана. Материал этого ящика не впитывает воду, поэтому использование его в качестве кана никак не вредит ящику. Сейчас минус десять. Посмотрим, как там чувствуют себя живцы. Ну что ж, живцы свое название оправдывают. Они не только живые, но еще и резвые. Игорю даже не сразу удается поймать одного шумовкой. Вот, сейчас мы их будем отправлять на работу. Сделаем вот такой у меня нехитрый приспособленица, который быстро на дно утаскивает крючок. Игорю необходимо измерить глубину. Для этого он использует незатейливое устройство. Оно состоит из груза и простой английской булавки. Вот, а дальше мы направляем в сторону дна. И у нас леска сама сбегает. Вот она сбежала. Дальше мы выбираем слабину. Оборотов 5-6. Вот. Резиночку надо снизу здесь вот отпустить. Заряжаем платформу. И под резиночку ее сюда. И у нас как бы она частично по глубине оснащена. Теперь сюда нам надо живчика. Вот, отстегиваем глубиномерчик. Вот, ну а дальше должна состояться поимка первой рыбки. Так, где-то тут у нас. Шустрые плотла. Крупновато, наверное. Ну. Вот, и дальше наживка происходит под плавничок с небольшим разворотчиком. Вот у нас плотвичка готова к употреблению. Вот, это мы... Грузик его тащит к низу. Вот. И накрываем луночку. Ну, пойдем дальше ставить. Эти жирлицы, они уже продаются оснащенные, но мы немножко... Здесь все-таки у нас ближнее Подмосковье. Рыба тут более аккуратная. Мы поставили сюда флюрокарбоновые поводки. С двойником. Игорь проверяет глубину и на следующей лунке. Так. Вот она уже у нас достигла дна. Выбираем слабину. Несколько оборотиков. Такую процедуру он проделывает на каждой лунке. Ставим ее на взвод. Волшебный сундучок. Вот он. Карасик. Вратарь. И туда его. Жирлицу взводят и фиксируют леску резинкой. Конструкция этих жирлиц исключает забеги и перехлесты лески. Леск сходит только во время потяжек рыбы и не более. Вот преимущество платформы. Жирлица по перволюдью. Поставил платформу, лунка закрыта, затемнена. Не так промерзает. И экономия времени большая. Хочу сказать из слов об этой жирлице. Многие рыболовы по незнанию совершают одну ошибку при ее оснастке, монтаже. Они резинку вот эту вот ставят сверху. При поклевке, вот она сработает, леска попадает вот сюда под резинку. Поэтому надо помнить, что при оснастке жирлицы резинка должна снизу зафиксировать снасть. И тогда при поклевке леска свободно будет сбегать. И резинка не будет помехой. Из-за мороза и холодного ветра лунки быстро промерзают. Поэтому рыболовам приходится освобождать их ото льда. Дмитрий тщательно оснащает жирлицы. Одну за одной. Не успели наши рыболовы поставить все жирлицы, как одна уже сработала. Есть? Есть. Сидит красавица. Некрупная. Первая щучка есть. Какая некрупная красавица. Ну что ж, надо снова отправлять в лунку очередного живца. И вновь сработала жирлица. Энергичная подсечка. Еще раз. И далее Дмитрий очень осторожно вываживает рыбу. Все, скушала щука нашего живчика и убежала. Хорошо, что в нашем чудо-ящике еще много бодрых живцов. И еще одна плотвичка отправляется в лунку. И хотя день морозный, наши рыболовы холодно почувствовать не успевают. Жирлицы срабатывают одна за другой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маленький, очень-очень жалко его, но крючок ему пробил глаз и очень сильно его поградил. Довольно глубоко он успел его проглотить. Возможно, и жаба чуть-чуть даже задет. Вряд ли он выживет уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально. Сошла. Ну, видели, она тут подо льдом? Щука крупная была. Крючок разогнула, но ничего, в реванш возьмем. Сейчас переставим, и все будет. Опускаем. И сантиметров на 20 от одной приподнял. Чтобы леска не примерзала, Аделю надо присыпать лунку снега. А вот с жерлицами Новикова такой проблемы нет. Ее платформа полностью закрывает лунку. Еще. Снега хоть и мало, приходится его собирать и подсыпать в лунку. Вот, а живец крупный поставил в надежде на, как в поговорке, большому куску ротрат. Надеюсь, большую щуку поймаю. И еще одна жерлица сработала у Аделя. Совсем карандаш. Совсем карандаш. Такого бы отпустить, водород порвал. Ну, вот так. Для меня рыбалка – это снятие стресса. Жизнь такая активная, тяжелая. А здесь приходишь, хоть и вроде и холодно, а отдыхаешь душой. С друзьями, с знакомыми. Опять же, вот, азарт, бегаю. Опять же, от сидячей работы немножко движения. Как-то, ну, какая-то физкультура. Я только закормил. А в это время Игорь и Дмитрий обходят свое хозяйство. Надо поставить еще одну жерлицу. Ну, что, а ты сюда не дошел, да? От этого занятия отвлекает красный флажок. Чего тут у нас? Опять сработка. А то, что молодой, да молодой. О, он качает. Ну, ладно, попробуем. А нет, нет, нет. Качнул и держит. Держит, мотает. Ялун, мотает, жует. А? Вот, издалека, иногда заметно вот это движение, когда она мотает. Красиво, приятно посмотреть. Так. Ну, ладно, если она после остановки пошла, судя по всему, он у нее уже во рту там. Выбираем слабину, подсекаем и потихонечку, не спеша, вываживаем. Не спеша. Самое главное, у лунки ей флюрокарбончик не дать подрезать. Ой, совсем маленький. Ну, вот. Ох, а она вкусная, жареная. Да простят меня экологи. И зеленые братья. Вот он, крючочек сработал. Живечка, она, правда, у нас стряхнула. Хотя, вот она уже кровит, уже жабру поранили. По-любому ее уже отпускать не оправдано. Так, надо пассатишки, может. Так, 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 так. Ну, вот. Что значит правильный, хороший инструмент. Вот интересно, ради чего Игорь мотается тут на холоде и ветре? И вообще, что это за увлечение рыбалка? Ой, это сложный вопрос. У меня, конечно, по жизни могут быть там и разные увлечения. Но на данный момент рыбалка интереснее всего. Ну, я люблю грибы собирать. Ну, это опять узкосезонные дела. Вот. Ну, фотографии. Ну, это чисто такое непрофессиональное увлечение. Ну, а в чем сейчас занимаются мужчины бальзаковского возраста? Игорь мотается. Игорь мотается. А потому проигнорировал восторженный возглас оператора. Так, давай, малыш. На охоту. Он спешит оснастить жерлицу только-только принесшей улов. Ну, пойдем посмотрим, ту проверим. Что там у нас? А вот теперь можно проверить и эту, уже давно горящую. Ах, мне вроде мотнуло. Пошла, 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 да. Сосала и пошла. Мотает. 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 Что радует. Приятно радует. Так, ну что. Будем пробовать подсекать. А, тут вроде чуть-чуть поупористее немного. Далеко отмотало. Хорошо сопротивля... Отрезало. Отрезало, да? Глубоко дали заглотить ей. Вот он, флюрокарбон. Что-то было покрупнее. Ну, что ж, поделаешь. Не судьба, значит, выживет. Так, ну вот тут у нас запчасти. Крючочки. Под эти дела. Вот мы петельку флюрокарбона раз сюда. И теперь живечкой туда. У нас вот она срезала. Ну, подок еще длинный остался. Он еще у нас послужит. Будем надеяться, что она больше не будет так хулиганить. Ну, могу сказать, что вот с флюрокарбоновым поводком частота поклевок в разы больше. Вот. Пусть мы теряем какие-то отдельные трофеи, но зато мы веселее бегаем за рыбой. Открываем. И ныряем. Хоп. Карасика. И быстренько-быстренько его. И на работу. И на работу. Опять рыболов бежит по льду. Жерлица выбросил флажок. Расстраиваться нет времени. Сработала еще одна жерлица. Сбежать не надо. Тупость пойдет. Наверное, мотает. Ну что, всасывает? Ну, мотает. Ну, что, попробуем. Или дать помотать еще? Вот это всегда выбор, перед которым жерличник стоит и ждет. Подсекать или дать отмотать, пусть заглотит поглубже. Вот. Ну, вроде, вроде встала. Ну, давай посмотрим. Ак. Ну, и потихонечку. Потихонечку. Скребет зубами по поводку. Так, 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 вот так вот. Вот она, красавица. Вот она хорошая. Это тот, который она один раз отрезал, коротенький, который мы перевязывали. Да, тут у нас карасик был. Ну что ж, прелестно, феерично. Я с утра как встал, сразу задрель, да. И опять над белым снегом поднимается красный флажок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, это сегодня, наверное, самое крупное. Но пока, я надеюсь, будет ещё крупнее. Ну вот, для такого водохранилища такая середнячок-щучка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красавица! Вот он, результат флюоркарбонового поводка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА близится к концу. Рыболовы собираются в обратный путь. Закончился наш день. Прекрасно половили. Вот наш ящик, спутник. Сейчас мы в него заглянем и увидим, в каком состоянии там находятся живчики. Сегодня минус 10. В общем-то, можно посмотреть качество живечка. Класс! Ящика Ирина, о котором так долго говорили большевики. Ящик Аэлита решает все. С таким ящиком мы догоним и перегоним Америку. Ящик Аэлита всегда приносит мне чувство глубокого удовлетворения. Есть ящик Аэлита, есть рыболовы. Вот он он, долгожданный костюм Торонто. Почему долгожданный? Потому что ничего подобного на российском рынке в соотношении цена-качество пока еще не встречалось. Разработан он российскими и канадскими рыболовными экспертами и предназначен для эксплуатации от нуля, не поверите, до минус 30 градусов. Чем мне нравится Торонто? Можно ходить и активно искать рыбу. Никогда не вспотеешь, потому что костюм дышащий. Можно сидеть над лункой, никогда не замерзнешь. Он специальным образом утеплен. И можно спокойно ездить на снегоходе. Тебя никогда не продует. Легкий утеплитель Holofill 2 сохраняет тепло. А мембранный материал Vintex обеспечивает дышащие свойства защиту от влаги и ветра. А значит, костюм защищает от дождя, ветра и непродуваем. А также у него есть еще замечательные качества. Он хорошо стирается, быстро сохнет и не теряет формы. Что его очень выгодно отличает от пуховиков и дедовских тулупов. В костюме продумано все, вплоть до мелочей. Жесткая вставка на капюшоне позволяет сохранить его форму и защититься от бокового ветра. У капюшона есть две регулировки, которые позволяют увеличить или уменьшить его объем. При сильном ветре и морозе очень пригодится флисовый воротничок, который защитит нижнюю часть лица. Существенно добавляет комфорта то, что куртка оборудована внутренними клапанами на уровне подмышек. И внутренней юбкой, которая защищает от ветра, задувающего снизу. Никакой ветер не страшен. По бокам есть специальные молнии, которые расширяют куртку. И вы можете с комфортом сесть на снегоход и ехать на нем. Карманов в костюме Торонто много. Ну, собственно говоря, как и должно быть в нормальном рыбацком костюме. Но некоторые из них уникальны. Например, это карман для спасала. Теперь они всегда будут у вас под рукой. Поверьте, это немаловажно. Также есть двойные накладные карманы, в которые спокойно помещаются варежки. И вы можете греть руки, специально не открывая клапан кармана. Карманами на бедрах удобно пользоваться, не вставая с ящика. Есть специальные водонепроницаемые карманы для документов. Ну и масса других карманов. Очень полезная деталь. Внутренняя защита штанины от снега и ветра. По типу юбки на куртке. Кстати, на коленях и на задней части есть специальные эластичные вставки, которые позволяют стоять на коленях перед лункой или сидеть на холодном снегоходе. Без риска переохладиться. Костюм Торонто защищает от атмосферных осадков, мороза и ветра. Нет плохой погоды. Есть костюм. Торонто. Новую рыболовную катушку «Удача» можно использовать и при поплавочной летней ловле, и для бортовых удочек при ловле с лодки, и при оснащении зимних удочек для охоты за хищной и мирной рыбы со льда. Катушка производится в Индонезии из прочного морозостойкого пластика, а легкое и плавное вращение шпули обеспечивает точная центровка этой детали и два высокотачественных осевых подшипника. Возможность рыболова значительно расширяет поворотный механизм катушки, благодаря которому ее корпус можно поворачивать на 180 градусов и в ту, и в другую сторону. И тормоз-трещотка, который позволяет пользоваться ей рыболову, привыкшему и к правосторонней, и к левосторонней катушке. Благодаря двум подшипникам шпуля катушки обладает легким и плавным ходом, что делает возможным сход лески под действием поплавка при ловле в проводку на течение или под весом небольшой блесны при вертикальной ловле с лодки или зимой. Разворот корпуса катушки можно использовать для дезинерционного заброса поплавочной снасти, для более легкого схода лески при проводке на дальнюю дистанцию и для быстрого опускания блесны при вертикальной ловле. Гладкая поверхность бортика шпули минимизирует трение лески при всех этих операциях. При очень простой конструкции катушки рыболову легко ее обслуживать. Шпуль легко снимается, обеспечивая доступ к тормозному механизму и подшипнику. В то же время эти детали достаточно хорошо защищены от попадания пыли и грязи, поскольку бортик шпули перекрывает основание катушки. Первые образцы новой проводочной катушки удачи появились еще в прошедшем зимнем сезоне. Тогда она была испытана на подлёдной судачьей рыбалке и очень органично по всем показателям подошла к зимней снасти для ловли судака. Надежный тормоз позволял делать мощную подсечку, загоняя крючки блесны в костистую судачью пасть, а благодаря большому диаметру шпули катушка давала возможность быстро подматывать леску при активном поиске хищника. Об особенностях применения катушки на подлёдной ловле рассказывает один из её создателей, Александр Королёв. У нас на испытаниях новая катушка элита для поплавочной и вертикальной ловли. В данном случае мы её испытываем на льду. Можно сказать, что это экземпляр номер один. Прекрасно садится на любой катушкодержатель. Симпатичный цвет, в линейке четыре цвета красивых. Основное преимущество, что она может быть как под правую руку, как у меня сейчас, так и под левую руку. Переключается простым флажком, он так будет под левую руку. А вот центральное положение очень удобно для того, чтобы сбросить блесну, опустить её на дно. Вот. Выглядит это так. Просто отпускаем леску, и она элементарно уходит. И когда блесна достигла дна, ставим катушку в нужное положение и рыбачим. Здесь тормоз жёсткий. Ну, вот первый результат рыбалки с такой катушкой. Остаётся добавить, что катушку любого из четырёх цветовых вариантов можно приобрести во всех магазинах торгового дома «Рыбачьте с нами» и по интернету. Вы слушаете песни «Рыбалки» и столь же необъятной рыбалки в исполнении автора. Автор – Джуничи Нумато, разработчик удилищ японской компании «Энглерс Репаблик». На протяжении двух предыдущих выпусков мы рассказывали, как работа и судьба носила нашего японского друга по нашим рекам. Из-под кремлёвских стен на волжские широты. От изящного стритфишинга к лодочной рыбалке. От столичных окуньков к диким барминским щукам. Цель путешествия Джуничи, кроме исполнения мечты поймать щуку, проверить в деле спиринги, которые он разработал для континентальной рыбалки, а именно серию «Джетта» от самой лёгкой до самой мощной модели. Разумеется, при участии опытных рыболов, которые о такой рыбалке знают всё. Ну или почти всё. Водоёмы, рыбы, погода – всё подобралось так, чтобы создатель и его творение хлебнули разнообразие в полной мере. Особенно хлебнулось в последний день рыбалки в Бармино. Этому дню и посвящён заключительный сюжет нашей российско-японской трилогии. «Погода нас сегодня балует, мягко говоря. Ветерок такой, он ещё не сильный, но усиливающийся. С утра вообще был штиль. И дождик, который с утра был только накрапывающим, сейчас тоже усиливается. По всем нашим приметам погода должна быть самой щучей. Но посмотрим, что у нас получится сегодня. Мы уже знаем, мы уже опытные, так что в бой». Все, кто ловил сну матой, отмечали его стойкость и упорство. Казалось бы, щука – мечта поймана. Поймана именно на джету. Все основные виды анимации примана с разными джетами уже проверены. Более того, у Джуничи уже появились идеи на будущее. Об этом мы тоже расскажем. Однако ради максимально полного понимания, как мы ловим, Джуничи не остался с гитарой в тёплом доме, а с готовностью вышел со своими коллегами под дождь и ветер. Второй день на том же месте, в котором вчера начинали нашу ловлю. То есть место, как я говорил, очень интересное. Сегодня погода поменялась, получился радикальный такой слом. Вчера было солнышко, мы начинали, а сегодня прям с утра пошёл дождь, сзадул ветер. И сейчас, собственно говоря, уже с новыми силами мы пробуем опять здесь. Посмотрим, как скажется перелом погоды на крылью хищника. И, в принципе, мы уже немножечко знаем это место, знаем какие-то небольшие локальные точки. Посмотрим. Честное слово, его никто не заставлял. Даже постарались напугать погодными трудностями, но японец был непреклонен. Он не мог уехать, протестировав только свои новые удилища. Ему было важно половить и другими, заведомо у нас популярными, чтобы понять и почувствовать нюансы. Рыбалку под дождём Нумато начал с серии 7 and Half Pantone 21. Ему, как разработчику и конструктору, очень понравилась оригинальная идея этих спиннингов. Сделать модели для различных способов ловли, реализовав характерные для них требования в одной длине 7 футов 6 дюймов. Это интересная задача. Вызов для конструктора. А такие вызовы Джуничи очень любит. Мне очень интересно думать. Мне это нравится. Ваша рыбалка ценна тем, что здесь важно думать. Необходимость процесса мышления, чтобы поймать рыбу. Это очень мне нравится. И вот наш вдумчивый японец под дождём на Волге старается составить для себя более полную картину, какие характеристики спиннингов востребованы нашими рыболовами на примере одной из моделей 7 and Half. Тем более, что это пригодится ему не только в мыслях о российской рыбалке. Данная серия прекрасно показала себя в разных странах и континентах. Однако вернёмся в Россию. Облако над нами уйдёт, и рыба будет вести себя иначе. В принципе, сегодня уже второй день нашей рыбалки. И я уже имею представление о ситуации на дне, о его фактуре и наличии укрытий. Ловить начну с глубоководного воблера с активной игрой. И в Москве, и здесь, на Волге, мы не раз слышали от опытных рыболовов, что неактивная рыба и активная приманка – это вполне жизнеспособное сочетание. Конечно, если приманка хороша, как этот Крэнк Близмакс от компании ОСП. И когда знаешь, что делаешь, как Джуничи Нумата от компании Энглерс Репаблик. Точно подмечено, предыдущий день Нумата-сан тоже начал с окуня, а продолжил приличной щукой. Но сегодня продолжение случилось совсем иного рода. Ну, а как вы думали? У нас, да без форс-мажоров, это как-то не по-нашему. Долго оставаться на одном месте смысла не было. Но сегодня перемещения означали сильную волну и тряску. Такое нравится не всем. Якорной верёвке не понравилось, и она решила нас остановить. Закрепил я так якорь. Вроде и проверил два раза блиного. На волне выскочил, намотался на винт якорин канат. Ну, и в результате у нас застопорилось всё. Так что вот грибу. В общем-то переживаемо. Тем более, что в лодке многоопытный Евгений Баранов. Да и друзья всегда придут на помощь. Занервничали из-за заморского гостя. Но он был спокоен. А потом сказал, что бывал в переделках и похлеще. Всё хорошо. Когда мотор заработал, вопрос, куда ехать, назад на базу или дальше рыбачить, даже не возник. Конечно, рыбачить. Дождь – это неудобство для рыболова. Подводным обитателем мокрее не станет. А вот их поведение может измениться. Однако шанс поймать всё равно есть. Если ты готов к ответам на вопросы, какую рыбу, в каком месте, каким образом, какой приманкой, Джуничи Нумата знает, как пройти экзамен в новом для него месте. Переход с Блицмакса на Хулаграб даёт результат. Атака была на падение. Этот хитрец так аккуратно взял приманку и, если бы не отзывчивый кончик, я мог прозевать поклёвку. Так я ещё рискнул сделать паузу. И только потом подсёк. Сработало. Обратите внимание, чтобы полнее почувствовать себя местным рыболовом, Джуничи и оснастки используют местные. Груз-чебурашку, с которым познакомился ещё в Москве. Исучение приманок и оснасток – необходимая часть работы при создании удилища. Я в основном использовал крэнк. У меня на него лучше ловилось. Но щуки, как я понял, располагаются на разной глубине, в разных горизонтах. От трёх до семи метров. Поэтому правильный путь – это подбирать приманки в зависимости от глубины. Под каждую глубину. Ещё я понял, что нужны и активные, и пассивные, спокойные приманки. Вот в первый день на Волге, например, я пробовал мягкие приманки. Так не клюёт. Вообще, если у щуки хороший аппетит, то, по идее, она клюёт сразу. Но я попробовал менять приманки. И была реакция. Это означает, что дело не в аппетите. Движение приманки активизировало любопытного хищника. Поэтому нужны разные приманки. И удилище, которое сможет ими управлять. Сейчас все, особо не сговариваясь, поставили ямамото хулаграб. Вот в правильном цвете, в рабочем. Он достаточно яркий такой, то есть светлый, белый, с блёстками. Блюс эта приманка, чем хороша на данной акватории, что зависает, медленно тонет. И такая объёмная. То есть щука её видит. Ну, вот тут не только щука, вот и окунька. Наш гость хорошего достаточно поймал. Так что вот, правильная приманка в правильном цвете. Цвет. Тема бесконечная. Алексей полагает, что в данном случае белый с блёстками заметен. А вот что донеслось сквозь дождь и ветер от нашего многоопытного гида. Когда цвет зелёный и чёрный, это здоровый рак. И рыба, знаешь, за ним трудно угнавать. А когда он другого цвета, он больной. Но Мата Сан живо интересовался деталями. Как мы держим удилище? На что обращаем внимание? Как подсекаем? Перепроверял и сравнивал с тем, что изучал и учитывал при создании джетта. И, видимо, думал о будущем. А вот Алексей, сидя на ветру под дождём, думал о настоящем. Не клюёт. Хотя уже не только что была поклёвка. Видно, где-то чуть поглубже, чем мы стали. Может, надо переехать, переместиться куда-то. Чуть переместились. Как отметил Алексей, в правильные дебри. Поставили для разнообразия кто что. Джуниче снова свой заговорённый крэнк. И вот она. Сначала холостая, а за ней и удачная подсечка. Крэнк иная. Крэнк иная. Радость чистая и искренняя. Её сразу видно. И слышно на любом языке. Хоть на русском, хоть на японском. Можно сказать, что Нумати благоволит подводное божество. Можно сказать, что награда нашла героя. Ведь после всех мытарств под ветром и дождём, после приключений с мотором, японская стойкость должна была быть вознаграждена. В общем, можно придумать много посторонних объяснений. Но по нашим наблюдениям, в течение нескольких дней удачливость Джуниче, в любых обстоятельствах, результат опыта, терпения и настойчивости. Настоящий рыболов. Обратите внимание на щуку. Вернее, на шрамы. Только что произошло тоже невероятное. То есть мы уже фактически отчаялись. Стали на самую-самую, что называется, рабочую точку. То есть здесь вот под нами где-то порядка 6 метров. Там 4-4,5 метров. Там самые основные события должны разворачиваться. И у Нумата Сана была поклёвка, сход, несколько ещё забросов. И с той же точки он поднял только что хорошую щучку на 2,5 килограмма. Эмоций, конечно, будет. Но самое примечательное, что у этой щучки на 2,5 килограмма поперёк туловища были шрамы. То есть где-то вот такая ширина между ними. То есть это представить, кто её там кушал. Тут всегда вот таким вещам пугаешься. Ты когда начинаешь представлять, какого размера щуки могут схватить твою приманку. Может, положительные эмоции наших вполне замученных путешественников достигли небес. Не знаем. Но факт остаётся фактом. Погода немного улучшилась. И следующая щука скоро вклинилась в рассуждение Джуничи о подводном рельефе. О! Окей, спасибо! Ещё одна прекрасная щука, пойманная на крэнк, бьётся в подсадчике и доставляет нашему гостю настоящие рыболовные эмоции, которые просто невозможно скрыть, да и незачем. Здесь же все свои. Евгений облегчённо отметил, что его тайная надежда на ужин сбылась. Нет, конечно, рыбу мы отпускали. И эту Нумата тоже отпустил. Но согласитесь, было бы политически неверным не угостить заморского гостя нашей рыбой. В скобках заметил, что судак ему понравился больше. На вкус. Но теперь Джуничи у себя дома может с чистой совестью говорить, русская щука было и такое. И ловил, и ел, и отпускал. ОСП. Да, это ОСП. Сегодня все ОСП. Надо заметить, что в сезоне 2013 года глубоководные крэнки оказались у рыболовов нашей страны в фаворе. Естественно, среди них оказались лидеры. И как тут не вспомнить интервью Сташинари Намики с известнейшим японским рыболовом и президентом компании ОСП. Он ведь говорил, что все доводит до совершенства, а проходных моделей он просто не делает. Вот и глубоководные Блицы подтверждают слова своего создателя. Что же делает Воблер совершенным? Блиц XDR и Блиц Max DR. Рассмотрим их поближе. Сотовая конструкция позволяет сделать стенки Воблера одновременно легкими и прочными. Благодаря малому весу такой корпус меньше влияет на положение центра тяжести приманки, который определяется увесистой внутренней огрузкой. Таким образом, центр тяжести смещен вниз и, соответственно, Воблер при прочих равных условиях идет глубже. Но Ташинари придумал еще одну штуку. Вольфрамовый шар, входящий в систему огрузки, расположен в отдельном отсеке и буквально выпирает из тела. Суммируем. Легкое тело. Благодаря этому Воблер начинает работать сразу, без раскачки. Сотовая структура увеличивает прочность тонких стенок. Максимально заниженный центр тяжести позволяет Блицам заглубляться максимально быстро. И, наконец, попробуйте найти столь же глубоководный крен в таком компактном размере, всего 53 миллиметра. Джуничи прекрасно знает это чудо, поэтому ничего странного, что он так верит в Блиц в самых сложных обстоятельствах. Вот сегодня погода, как говорят, шепчет. Нормальные люди сидят дома, чаек попивают, наверное, в теплых тапочках у камина. А мы же здесь, на водоеме. Интернациональная делегация. Что поражает, что наш гость из Японии очень-очень стойкий. Дождь, ветер, ну все нипочем. Он прямо швыряет, кренк меняет, приманки ставит джик. То есть, для впечатления, он действительно профессионализмом и стойкость этого человека. Так держать. Сформулировав для себя важные детали в ловле со спиннингом, популярной у наших рыболовов серии 7 and Half, Джуничи перешел на ловлю с мультипликаторной катушкой и удилищем Palms из серии Molla. Джетто – новая серия. А из того, что у нас давно есть, в принципе, для такой рыбалки подходит серия Palms Molla. Для рыбалки с лодки как раз она и сделана. Об этой серии, как и о других. Нумато сам подробно рассказывал в сюжете с выставки Восоки. Не поленитесь, найдите. Это тот редкий случай, когда есть возможность узнать о будилищах и технике японской ловли из первых рук. Ловля с мультипликаторной катушкой в Японии распространена больше, чем у нас. Современные разработки позволяют использовать в ловле с мультом легкие приманки. Сформировалось целое направление BIFI-S, BITE FINNESS SYSTEM. И компания Palms, разумеется, не осталась в стороне. В серии Molla есть модели, соответствующие маркировке. Но здесь и сейчас Нуматосан ловит не самыми легкими приманками. Он объяснил, что хочет посмотреть, как его кастинговые модели чувствуют себя в российских условиях, чтобы иметь представление о том, что нужно учитывать при разработке, например, модели джетта под мультипликатор. Применение такой катушки обеспечивает рыболову более плотным контактом с приманкой. И, как следствие, с будущим трофеем. Но передать самую актуальную поклёвку способны лишь чувствительные удилища. Да, по поклёвке я подумал, что щука. Уже сердце прихватило. Но это окунь. Но тоже хорошо. Презент, презент. 28 грамм. Кто здесь такими крючками ловит в этом лесу, это остаётся загадкой. Сильные люди. Сильные люди, это точно. Которым не жалко. Богатые люди, наверное. А потом случился ещё один форс-мажор. Места, куда добрались наши рыболовы, действительно суровы. Подводного коряжника хоть отбавляй. Кладбище приманок. Шутки насчёт пойманной колебалки сменились печалью. Наш якорь намертво зацепился за подводный лес. Когда якорь был спасён, наш японский коллега поведал, что ему знакомы подобные условия, и он часто ловит по затопленным в воде деревьям. В Японии такие же места есть, когда затапливается водохранилище, делается дампа, то аналогичным образом поступают с лесом. Часто не вырубают под корень, а просто выставляют, и он, собственно говоря, формирует такие залавы. Так что это классическое место по всему миру для ловли хищника, и будь то бас там, щука или окунь. Джуничи хорошо знаком со спецификой такой рыбалки, и вот следующий окунь на крючках его приманки. И правда, после выловленных колебалок и подводных деревьев пора бы уже поймать что-то живое. Как Джуничи удавалось сохранять крэнк в таких опасных местах так долго, остается загадкой. Видимо, он умеет чувствовать глубину. И в этом удилище с соответствующими характеристиками хороший помощник. Мы спросили, сколько времени занимает создание удилища, и получили ответ – минимум год. Но чтобы получилось идеально, порой проходит 2-3 года. И тут возник следующий пенсионный вопрос. А не боитесь вы опоздать с появлением такого удилища, если так долго делать? Конечно, мы хотим делать быстрее. У нас есть удилища для разных типов ловли. Делать то же самое можно быстро. То есть, множить примерно то, что уже существует, лишь бы успеть с новинкой к сезону. А вот когда речь идет о том, чтобы удилище было действительно новым, то приходится искать баланс. Это постоянная борьба между стремлением к качеству и временем. И выигрывать должно качество. Исследовательская рыбалка подходит к завершению. Пришло время подводить итоги. И мы, конечно же, не упустили возможности взять интервью и расспросить нашего гостя о его впечатлениях и мыслях. Как вы заметили, что-то мы вставляли по ходу путешествия, а что-то оставили напоследок. Какие у вас впечатления о ловле в России? Честно говоря, я думал, что в российских реках ловить проще. А здесь надо менять приманку, тактику. В общем, нужно, чтобы голова постоянно работала. Это мне интересно. Конкретно для российских рыболовов есть ли у вас идеи на будущее? Я хотел бы попробовать сделать удилище, которое было бы относительно универсальным для ваших методов ловли. И еще хотел бы попробовать сделать модели узкоспециализированные. Это разный подход. И мне хотелось бы реализовать и то, и другое. Во время рыбалки на Москвореке вы встретились с одними из лучших рыболовов. Удалось ли вам почерпнуть что-то интересное для себя? Они показали разный подход к рыбалке. У меня появились идеи для таких методов. Я понял в целом, какие удочки могли бы подойти. Эта рыбалка в Москве очень детальная. Требует тщательного подхода. Из джеты, конечно, подходят модели ультралегкие. Икс-Юэлк. Вот такие подходят для городской рыбалки. Если использовать более легкие удилища, то тогда пинвилл. Из того, что у нас уже есть. Но я задумался о создании удилища с гибкой вершинкой, идеально подходящего под российские условия работы. У меня уже есть некая идея нового удилища под такую рыбалку. Это путешествие успешно, в том числе и потому, что включило мое воображение. А для ловли щуки у меня идея, связанная с тем, что я выделил три способа ее ловли. То есть способы разные. Они требуют специализации в удилищах. Подумать о такой трехвидовой специализации было бы интересно. А вы думали, Джунич только улыбается и рыбу ловит? Нет. Все это время он анализировал и то, что ему рассказывали, и личные впечатления. Он профессионал с большой буквы. И слоган «Удилищ Палмс» на обложке каталога с его фото «Мне можно доверять» заслужен на 100%. Сначала я хотел бы выразить глубокую благодарность. Я стал очень хорошо представлять вашу рыбалку с искусственными приманками. Я поймал рыбу. Но на своем опыте я хотел бы сказать, что рыбалка не ограничивается поимкой рыбы. Получайте удовольствие от процесса. А рыбалка – это постоянный процесс. Обдумывать, подбирать, обсуждать. Я счастлив, что у меня выпал шанс приехать из Японии и половить с вашими рыболовами вашу рыбу. И я хочу продолжить общение, обсуждение. Это общение и познание – важная часть рыбалки. Джунич и Нумата. Конструктор «Удилищ Палмс». Что к чему и как правильно. Дельные советы по выбору снастей в магазинах «Рыболов-эксперт» в Москве. Вот такое оно – рыбацкое счастье. Катушки легендарной компании «Дайва» со страниц каталога прямо вам в руки. Зайди в московские магазины сети «Рыболов-эксперт» и рыбачьте с нами. И почувствуйте вкус жизни вместе с «Дайва». Что почем и как создать эффективный ассортимент – компетентные рекомендации от компании «Москанелла». Вот такое оно – рыбацкое счастье. На рыболовной орбите праздник. Запущен новый спутник. Запустила его фирма «Аэлит». Вот он. Это многофункциональный рыболовный ящик. Рыбачить с ним вы можете не только зимой и летом, а также весной и осенью. Сделан он из уникального материала – вспененного пенополистирона. Уникальны его характеристики. Он очень прочный. У него замечательные теплоизоляционные свойства. Он гораздо теплее обыкновенного динопласта. И этот материал вообще не впитывает воду. Вы можете его знать, потому что его используют для изготовления автомобильных торпед. Конструкция ящика «Спутник» армирована сверху и снизу специальными рамами из пластика. Очень прочного пластика, который защищает от механических повреждений по всему периметру. А также этот пластик устойчив к резким перепадам температуры. Но! Армирование ящика происходит не только снаружи, но и внутри. Вот у меня тут есть кусочек, я хочу вам показать. Армирование происходит внутри стенок, что придает ящику особенную прочность. Рама, установленная на днище, снабжена специальными шипами противоскольжения. На льду ящик стоит уверенно. К верхней раме на надежных петлях и замках крепится крышка. Внутри этой крышки есть углубление, где вы можете хранить свои удочки и аксессуары. Закрепляются они специальными резиновыми тяжами. Натяжение этих тяжей и направление вы можете регулировать в зависимости от того, что вы туда кладете. Внутри ящик снабжен съемными пластиковыми перегородками. Вы можете менять пространство ящика в зависимости от того, что вам нужно туда положить. Например, термос. Или стандартные коробки для снастей. Как и другие ящики Аэлита, наш ящик снабжен съемными пластиковыми контейнерами. Сюда вы тоже можете положить или удочки, или аксессуары. Помимо всего прочего, ящик имеет вот такое окошечко для рыбы с крышкой, которая очень плотно пригоняется. Поскольку стенки ящика довольно толстые, а пенополистирол обладает низкой теплопроводностью, вы можете его использовать не только для хранения удочек, ну или там бутербродов. Вы можете его использовать в качестве перевозки живцов. Как зимой, как и летом. Поскольку внутри ящика поддерживается довольно стабильный температурный режим. А так как пенополистирол не впитывает воду, запах рыбы не остается. Нужно просто сполоснуть ящик. Конструкция и технология данного изделия запатентованы. И я уверен, этот ящик для вас станет хорошим спутником на любой рыбалке. Журнал «Вудмастер» «Вудмастер» — уникальный проект, вобравший в себя опыт работы американского журнала «Вуд» за 25 лет и не имеющий аналогов на рынке печатных изданий нашей страны. Кроме зарубежных материалов, «Вудмастер» представлены и лучшие проекты, созданные российскими мастеровыми. Журнал «Вудмастер» предназначен для читателей мастеровых любого уровня подготовки. От новичка до профессионального мебельщика. От дачника до мастера-краснодеревщика. На страницах нашего журнала вы найдете понятные описания и наглядные схемы различных изделий. Подробные инструкции по изготовлению предметов мебели и интерьера. Полезные советы мастеровых. Каждому мастеровому будет полезно ознакомиться с нашими статьями, в которых даются советы по выбору и настройке инструмента. Предлагаются идеи по оборудованию мастерских и по различным технологиям работы с древесиной. Мы хотим, чтобы каждый читатель, вне зависимости от уровня своего мастерства, в каждом номере журнала «Вудмастер» находил для себя что-то полезное и интересное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В те времена, когда Лидия Русланова пела свою знаменитую песню про валенки, никакой другой альтернативы им не было. Теперь всё изменилось. Сегодня существует великое множество тёплой обуви от старых добрых валенок до суперсовременных высокотехнологичных образцов. Но всё равно бывают случаи, когда ноги мёрзнут. Причины могут быть самые разные. Температура ниже, чем та, на которую рассчитана обувь. Особенности организма, который не желает сопротивляться холоду. Необходимость длительного нахождения на улице в мороз. И тогда обувь не справляется. Ведь любая, даже самая тёплая и продвинутая обувь ноги не греет. Она лишь сохраняет тепло, а его хватает не всегда. Поэтому все мы, реже или чаще, попадаем в неприятную ситуацию. Ноги мёрзнут. Для полицейского или сотрудника ГИБДД, для горнолыжника, для молодой мамы с коляской, ну и, конечно, для рыболова или охотника есть простое решение проблемы. Это стельки с подогревом от швейцарской фирмы «Хоттроник». Всё просто. Стельки легко обрезаются под нужный вам размер обуви. Закрепляете на голенище аккумулятор и подключаете стельку. Степень нагрева можно регулировать от единицы до четырёх. Если на следующий день вы используете другую обувь, то вы просто переставляете стельки в новую пару. Заряда аккумулятора хватает на целый день охоты или рыбалки. Со стельками «Хоттроник» вы можете носить более лёгкую, не по погоде, обувь. В общем, со стельками «Хоттроник» никакой мороз не страшен. Ни один аттрактант в мире не работает так эффективно, как «Мегастрайк». «Мегастрайк» — это гель. Всё, что нужно сделать, это выдавить немного геля, смазать любую вашу приманку, и можно начинать рыбалку. Есть! «Мегастрайк» навсегда изменит вашу рыбалку. Вот она, хороший экземпляр. Главная проблема других так называемых «масляных аттрактантов», которые есть на рынке, в том, что они просто не держатся на мокрой приманке. Видите это масляное пятно на поверхности? Здесь остался весь их аттрактант. А ваша приманка тем временем на дне, и аттрактант на ней работает. Главное отличие «Мегастрайка» от других аттрактантов — это использование аминокислот, которые, в свою очередь, активно используются рыбой в её жизненном цикле. Они ей необходимы для выживания, поэтому она инстинктивно чувствует их присутствие и активно их потребляет. Мы проверили эффективность работы аттрактанта «Мегастрайк» при ловле различных видов рыб в России. Мы убедились, что она отлично работает. Например, поклёвок судака с «Мегастрайк» становится больше в пять раз, а поклёвок сама — в шестнадцать раз. А сейчас в продаже появилась новинка — специальный гель «Мегастрайк» для щуки. Один тюбик «Мегастрайка» служит столько же, сколько пять баллончиков спрея. «Мегастрайк» даёт вам гораздо больше времени на подсечку. Вот она взяла! Она не сразу чувствует подвох. Смотрите, сколько времени эта рыба держит приманку. Если же на приманке нет аттрактанта, рыба её хватает и почти сразу выплёвывает. Есть! Смотрите на эту рыбу. Она не выпускала приманку, наверное, целую минуту. И в этом состоит концепция «Мегастрайка» — сделать так, чтобы рыба не отпускала приманку как можно дольше. Вот ты идёшь! Наше знакомство с искусством немецкого мастера фидерной ловли Михаэлем Цаматара получило продолжение в середине сентября 2013 года. Сегодня прекрасная погода. Да. Для плавания. Да, для плавания, не для рыбалки. Сегодня мы поедем на Рейн, чтобы ловить леща. Может быть, усача. И может быть, крупную плотву. Моя компания находится совсем рядом. Я приглашаю вас познакомиться с моим производством. А потом мы поедем 30 километров до Рейна, где и собираемся ловить рыбу. Мы, конечно, не смогли отказаться от такого предложения. Мы понимаем, что эта фабрика не просто увлечение, а дело жизни Михаэля. Это результат его знаний и опыта в рыбной ловле, которым он с удовольствием делится. Ко вторнику здесь будет установлена автоматизированная система для складирования продукции. Пока еще не все готово, и многое лежит на полу. Даже награды. Стройка идет по графику, и любая просрочка сдачи объекта влечет за собой штраф. Поэтому строителей и монтажников приходится постоянно контролировать и подгонять. А пока еще далеко не все оборудование установлено, и невозможно обеспечить большой выход продукции, многие заказчики вынуждены ждать в своей очереди. Но совсем скоро производство будет выведено на полную мощность. Пока еще не работает система подачи большого количества прикормки в бункер и затем на электронную развесовку. Но скоро все необходимое оборудование будет запущено. Ну что ж, талантливый человек талантлив во всем. И мы желаем Михаэлю больших производственных и коммерческих успехов, а нашим рыболовам скорейшего знакомства с прикормками с матара. А теперь мы все вместе едем в Дуйсбург, где Михаэль, как мы надеемся, сможет продемонстрировать свой талант рыболова. Дуйсбург находится на западе Германии, в земле Северный Рейн, Вестфалия. Город расположен у слияния рек Рейн и Рур. Он является одним из крупнейших речных портов Европы. И мы еще сможем в этом убедиться. От городских улиц Дуйсбурга долину Рейна здесь отделяет высокая дамба. Сначала мы все вместе перешли через нее и спустились к воде. Михаэль оценил обстановку на реке. Уровень воды в Рейне значительно упал, и условия для рыбалки отнюдь некомфортные. Но мастера это нисколько не смутило. Мы еще раз преодолели дамбу, помогая Михаэлю доставить снасти к воде. А он, как все нормальные герои, пошел в обход. Так как его замечательное кресло-тележка, о котором мы подробно рассказывали в прошлых выпусках, пока еще не приспособлено ездить по ступеням. Движение судов на реке интенсивное. И это добавляет сложностей для рыболовов. И прикормку, и оснастку сносит по течению. Оволнение от проходящих мимо барж делает это течение достаточно хаотичным. Рейн сегодня намного чище, чем был несколько десятилетий назад. И рыбы в реке очень много. Михаэль убежден, если рыболов остается без улова, скорее всего, он просто не смог приспособиться к конкретным условиям рыбалки. А они здесь очень непростые. Основной трофей, на который рассчитывает Михаэль при ловле на этом участке реки, это лещ. Но вполне возможно, в улове окажется и усач. Поэтому оснастку нужно монтировать с расчетом и на эту мощную рыбу. Я сегодня использую фидерное удилище Мастер ПИС-2 Хэви Фидер моей разработки. Максимальный вес оснастки 155 граммов. Для ловли в таких условиях я использую как основную монофильную леску диаметром 0,2 мм. Я считаю, что при ловле на сильном течении и короткой дистанции такой вариант подходит лучше всего. Тем более рыба ожидается крупная, и монофильная леска помогает амортизировать ее толчки и применять более тонкие поводки. К основной леске привязывают отрезок лески диаметром 0,3 мм, как шок-лидер для работы с тяжелыми кормушками. Здесь соединение лесок 0,2 и 0,3. Узел типа Олбрайт. Длина шок-лидера две длины удочки и три витка на катушке. Этого достаточно, чтобы немного толстой лески было в воде, чтобы снизить сопротивление течению. Чем тяжелее кормушка, тем больше должна быть толщина шок-лидера. Для шок-лидера леска должна быть с большим растяжением. Особенно это важно при ловле крупной рыбы. Монтаж – асимметричная петля с отводом для поводка с микровертлюжком на конце. На такой дистанции и течении она должна работать хорошо. В монтаже отвод для поводка должен быть короче длины петли, иначе поводок будет захлестываться за верхний узел монтажа при забросе. Очень важно, чтобы отвод был на 20 сантиметров короче, чем монтаж от кормушки до узелка 3-4 сантиметра. При проходе больших кораблей и барж возникает сильное обратное течение. Его тоже приходится учитывать при подборе кормушки по типу и весу. Я использую несколько кормушек. Блок-кормушка, в которой круглая проволочная корзина залита в массивный плоский груз весом 120 граммов. Затем традиционная кормушка-корзинка из нержавеющей проволоки со съемным грузом 110 граммов. Она достаточно стабильно удерживается на дне. Еще одна такая же кормушка с добавочным съемным грузом в 30 граммов. Нужно заметить, что грузы на ней находятся друг против друга для лучшей фиксации на донном грунте. Если два груза прицепить рядом, кормушка будет катиться под ног намного быстрее. Наконец, открытая пластиковая кормушка с двумя грунтозацепами, которые удерживают ее на дне. Теперь Михаэлю нужно произвести контрольные забросы с кормушками разных конструкций и веса и решить, с какой из них стоит начать ловлю в данных условиях. Считать этот вывод окончательным не стоит. Во время рыбалки наверняка придется вносить коррективы. Положение Михаэля достаточно серьезно осложняется тем, что река сильно обмелела и глубина небольшая. В месте ловли всего один метр. Когда мы ловим на сильном течении, очень важно при забросе не натягивать леску. Нужно отвести удочку далеко назад и ждать, когда кормушка опустится на дно. Леска будет не сильно натянута, что дает работать течению по образованию дуги. Поэтому образуется большая дуга и течение давит не на всю леску, а посреди дуги. И мы можем ловить с кормушками полегче. Бросили удочку назад, кормушка опустилась. Включаем лесоукладыватель и спокойно опускаем удилище на подставку. Получается дуга. При таком сильном течении мы поставили 100-граммовую кормушку. Кормушка может 2-3 раза катиться, но потом должна остановиться. Сейчас понятно, что 100 граммов мало. Кормушку нужно поменять. здесь я не использую клипсу для зажима лески, потому что может клюнуть усач, а эта рыба очень сильная, и леска оборвется в клипсе. Я ничего не успею предпринять, поэтому здесь важно чувствовать расстояние и стараться попадать все время на одну линию без ограничителя заброса. Теперь я пробую поставить кормушку с грунтозацепами, поскольку течение оказалось очень сильным. вес блок кормушки 130 граммов. Можно использовать кормушку в 200 граммов с этим удилищем, поставив более короткую вершинку. 130 граммов с длинными грунтозацепами. Эта кормушка лучше фиксируется на дне, чем предыдущие. Это наконец та кормушка, которая подходит для сегодняшней рыбалки. Она хорошо держится на дне, не перекатывается по нему. Снасть подготовлена, и Михаэль собирается набрать воду из реки для приготовления прикормки. Здесь на каменистом дне очень много бычков, которые часто мешают ловить нормальную рыбу. Михаэль нацелен на крупную рыбу, и сейчас будет готовить для нее соответствующую прикормку для ловли на сильном течении. Сначала я замачиваю гранулированную прикормку пелец. Эту протеиновую прикормку я использую в расчете на поклевке усача. Она называется Форлин Барбен Пелец и имеет в составе до 40% протеина. Диаметр гранул 6 мм. Я не собираюсь добавлять их в смесь, а просто при каждой загрузке кормушки буду добавлять по несколько набухших гранул вместе с кастерами и опарышами. Очень важно перед применением гранулы увлажнить. их нужно высыпать в контейнер и полностью закрыть водой. Некоторое время они должны постоять в воде. Чем больше гранулы, тем дольше они должны находиться в воде. А микрогранулы в 1-3 миллиметра нужно держать в воде совсем недолго, не больше минуты, иначе они превращаются в кашицу. Сейчас они станут мягче, потом я вылью воду, чтобы они не разошлись. Это сладкая, консервированная кукуруза. Ее вкус нравится и человеку, и рыбе. Особенно кукуруза нравится крупной рыбе. Как основу я беру темную прикормку из собственной программы Black Sultan. В этой прикормке 17% протеина, и она очень вязкая. Для ловли на сильном течении с помощью такой смеси хорошо делать кормушки пробки для сэндвича, зажимая между ними кастеры и опарыши. Прикормка Black Sultan в количестве одного килограмма это первый компонент. Вторая часть тоже для крупной рыбы, для леща и усача на сильном течении. Смесь из красных частиц, которые привлекают этих рыб. Это смесь Т3 Биотфут. В этих частицах очень много разных семян, насыщенных белком. Смесь обладает фруктовым запахом. Я беру 300 миллилитров этой смеси на 1 килограмм Black Sultan. Посмотрим на гранулы. Наружная оболочка стала эластичной. Гранулы не переувлажнились и при давлении не рассыпаются. Крупная рыба очень осторожно. И если почувствовать, что гранулы твердые, она их тут же выплюнет. У Х-22 очень резкий запах. Ее Михаэль берет в количестве 200 миллилитров для того, чтобы запах распространялся далеко по течению. Увлажняем очень осторожно. В два-три приема, поскольку если переувлажнить, прикормка окажется слишком вязкой. для удобства работы с прикормкой Михаэль использует мягкий контейнер из резины. Теперь пробиваем через сито, чтобы прикормка оказалась равномерно увлажненной и частицы, которые через него не пройдут, нужно выбросить. прикормка намного более вязкая, чем для стоячей воды. Теперь оставляем на несколько минут, чтобы смесь втянула всю влагу и потом еще увлажним. Сегодня я использую около 700 граммов кастеров. Я их сам довел до кондиции, не дав им потемнеть. Кастеры оставлены светлыми, потому что они тяжелее темных и не так быстро смываются течением. Те куколки, которые при промывке всплывают, нужно удалить. Михаэль освобождает кастеры от воды с помощью сетчатого контейнера, пересыпает в обычный контейнер и заливает свежей водой. вода только слегка закрывает кастеры, но этой защиты достаточно для того, чтобы они не темнели. Теперь очередь свежих опарышей. Сначала нужно просеять личинки, то есть удалить весь мелкий мусор, стружку и опилки, в которых они находились. Теперь личинки пересыпают на более крупное сито, чтобы опарыши прошли через сетку, а крупный мусор и мертвые личинки на ней остались. Теперь нужно сделать склеенного опарыша для усача. Я использую сегодня клей, которого еще нет в продаже. Он абсолютно безопасен и для рыб, и для водоема. Сейчас я попробую, как он будет работать. Это специальный разбрызгиватель с водой, который позволяет создать дисперсное облако воды для очень легкого увлажнения личинок. Если мы ощущаем опарыши как мокрых, они уже слишком мокрые. Увлажнение должно быть очень легким, почти незаметным. Два-три нажима на рычаг. Личинки почти сухие, попавшие в водяной туман. Теперь я добавляю к личинкам клей и перемешиваю их, не прикасаясь руками. Добавляю еще немного этого клея. Теперь на некоторое время оставляю опарыша, чтобы личинки как следует покрылись частицами клея. И потом буду делать небольшие комочки, которые можно загружать в кормушку параллельно с гранулами, кастерами и другими добавками. Опарыши еще полежат пару минут, обволакиваясь клеем. А пока смотрим прикормочную смесь и видим, что она требует до увлажнения. Добавляю немного воды. Как я говорил, прикормку нужно увлажнять раза три. Михаэль еще раз просеивает смесь двумя порциями, чтобы она не высыпалась через борщ ксита. Итак, получилась смесь из трех компонентов. Один килограмм Black Sultan, 300 граммов T3 Biot Food и 200 граммов X22. Получилась очень вязкая прикормка, которая не будет слишком быстро выходить из кормушки. И опарыш за это время напитался клеем. Смотрите, теперь опарыши легко формируются в комки. Можно делать из личинок шарики. Это очень хороший клей. Он войдет в прикормочную программу циматара. В середину сэндвича пойдет один шарик с опарышем, кукуруза, гранулы и кастеры. А пробки делаются из прикормочной смеси. Теперь все зависит от вязкости прикормки. Мне нравится, когда прикормка сама выходит из кормушки. Я предпочитаю закинуть и подольше подождать, чем освобождать кормушку рывком. Потому что, когда прикормку выталкивают при помощи рывков, она рассыпается по камням и уходит с точки ловли. Перед загрузкой кормушки я кладу на прикормку комочек опарышей, кастеры, гранулы и кукурузу. Опарышей в середину и с двух сторон кукуруза, гранулы и кастеры, а затем пробки из смеси. За 4-5 забросов рыболов создает кормовое пятно в намеченной точке, затем пристегивает поводок и приступает к ловле. Михаэль насаживает на крючок кастер и несколько опарышей. Затем он повторяет процедуру наполнения кормушки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тактика Михаэля срабатывает сразу. Первая рыба на крючке. Преодолевая сопротивление рыбы и течения, Михаэль аккуратно заводит рыбу в подсачк на длинной рукояти. Это полновесный рейнский лещ. Первый лещ на сегодня. Это очень интересно. Поклевка была сразу после заброса. Это видно потому, что прикормка не успела полностью вымыться из кормушки. А тем временем прямо перед нами буксир выполнил почти полицейский разворот. Видимо, капитан что-то забыл и решил вернуться. Хорошо, что на воде не бывает двойной сплошной и акватория была свободна от судов для данного маневра. Хотя почти все время суда и баржи двигались в обоих направлениях, как в час-пик на Тверской. Михаэль насаживает одного искусственного плавающего опарыша и несколько натуральных, чтобы приманка была заметнее и приподнималась над дном. субтитры Платформа спасает от волны, которая образуется при проходе баржи, и вода не достаёт до ног Михаэля. На крючок снова кто-то попался. Судя по изгибу удилища и аккуратности Михаэля, это что-то крупное. Но, к сожалению, сход. Михаэль расстроен. По всей видимости, кормушка застряла в камнях, и рыба разогнула крючок. Придётся его менять. Очевидно, клевал усач. Михаэль ставит крючок из более толстой стальной проволоки. Десятый номер. Михаэль меняет клетку на пластиковую кормушку без окошек, в надежде, что прикормка будет выходить из неё медленнее. Вес поменьше. 115 краммов. И вновь ожидание поклёвки. А в это время наш переводчик Владимир демонстрирует нам пойманного им бычка, про которого Михаэль говорил в начале рыбалки. Наступило затишье. Поклёвок нет. Надо что-то предпринимать. Цимотара вновь меняет пластиковую кормушку на блок-кормушку-корзину. Это приносит результат. Вторая рыба. Сегодня очень сложная рыбалка. Михаэль добавляет в насадку кастер. Обратите внимание, насколько оживлённые движения на рейне. И вот она, долгожданная поклёвка. Следующая рыба заставляет Михаэля потрудиться. Судя по сопротивлению, это не лещ. Это усач. Сильная рыба. Вот он, красавец, рейнский усач. Не самый крупный, но очень сильный. Подачу на меня и разберу. Вову, вову, вову. Окей. Окей. Уже вторую рыбу я ловлю на приманку с добавлением пластикового кастера. Это очень хорошо работает на течении, поскольку это плавающая добавка, и крючок приподнимается над грунтом. Две первых рыбы клевали сразу после заброса. После падения кормушки сразу происходили поклёвки. Если кормушка скатывается чуть-чуть в сторону, поклёвки уже не будет, потому что рыба скопилась на полосе прикормки и стоит там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А это был маленький усач. На этот раз замечательный лещ. Большой крючок и плавающий опарыш сработали снова. Сегодня был тяжелый день. И так за 4 часа я поймал несколько неплохих усачей и несколько лещей. Было 3 хороших схода, но в целом совсем неплохо. Рыбу отпускаем, чтобы она росла и радовала новыми поклевками. Туристическое агентство Рыбачьте с нами предлагает увлекательные приключения. Теперь у вас есть уникальная возможность участвовать в рыболовных турах с экспертами самого популярного журнала о рыбалке. На сайте вы можете самостоятельно воспользоваться системой онлайн бронирования для пляжно-экскурсионного отдыха и отправить заявку для организации рыболовно-охотничьих туров. У нас царит доброжелательная атмосфера и работают настоящие энтузиасты своего дела. Рыбачьте с нами. Рыболовные туры с любимым журналом. Чтоб рыбу с удовольствием ловить могли вы сами, читайте ежемесячно журнал «Рыбачьте с нами». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова